Они хотят понять одно, что не огорчились ли русские так сильно, что долбануть. Ну, видят, что не так огорчились. Лукашенко, как руководитель Белоруссии, должен думать о благе Белоруссии. Все. Есть люди наивные, которые считают, что если он уйдет, и все будет в разгрызг, и придет к Тихановску, это будет лучше. Страшно подумать, что будет. Чисто практически. Россия должна беспощадно и спокойно проанализировать все свои ошибки. Начать, ну, как бы, лихорадочно, но не торопясь. Исправлять с тем, чтобы выиграть конвенциональный уровень. Никто бы ни русских, ни белорусов тут бы не оставил в покое. Небольшой счет. Невозможна, кстати, моя такая осмелая дипотеза, что за то, что разгромит герой. И за то, как сопротивляться. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь хотел бы обсудить с вами тему взрывов в Польше. Как мне кажется, эта история высветила очень много интересного в отношениях, в том числе с той стороны, среди союзников. Оценивая риторику разных, в общем-то, игроков Соединенных Штатов, которые, в общем-то, сказали, ну, точно не можем подтвердить, что это российское, это точно украинское. Тех же поляков и же с ними Евросоюза, наверное, я бы их объединил. И Украины. Вот какие можно сделать выводы, на ваш взгляд? Ну, мне кажется, что вот то, что называется все время переговорами между различными высокими должностными лицами Российской Федерации и американскими соответствующими должностными лицами, Патрушев-Салева, Нарышкин-Барнс и так далее, все эти разговоры, они действительно идут о том, а что там будут делать русские в этом конфликте. То есть, иначе говоря, если этот конфликт приобретет более затяжной характер, то русские будут играть по-прежнему в игру под названием «большая конвенциональная война». Или они перейдут вот в эту неконвенциональную сторону. теми или иными психологическими способами, или какими-то логическими, или какими-то политическими, неважно какими, но в этих зондажах было проверено, что русские действительно не собираются переходить к применению неконвенционального оружия. Что на какую неконвенциональную территорию русские действительно переходить не собираются, а свои результаты этого раунда ведущего военного конфликта, они их не пугают, что русские не посыпают себе голову пеплом, не выдирают клок за клоком волосы и не кричат, ах, раз так мы сейчас двинем чем-нибудь посильнее, что вот этого всего нет, что обстановка спокойная, рабочая и деловая, ну и такая по принципу, это еще только начало. В этой ситуации ничто так не устраивает Соединенные Штаты, как конвенциональная ситуация. Война идет, она большая, она конвенциональная, в ней опробуются различные виды американских вооружений, там Европе плохо, Соединенным Штатам хорошо, ну как много всяких вкусностей внутри этого. Теперь посреди всех этих вкусностей бабах, пятая поправка, ну и так далее, и тому подобное. Ну только обо всем договорились, только понятно, что будет продолжаться данное танго, да, безъядерное, как вдруг кто-то что-то туда засаживает. Потом оказывается, что изделие, которое засажено, оно никак не русское, что долететь от него не могу. А когда существуется серьезная постановка, то, уверяю вас, будет найдено и русское изделие, и будут определены все траектории. Просто к этому ядерному танго, от неядерного, никто не хочет сейчас переходить. То есть получается, что это либо случайность, либо действительно случайность, либо это самодеятельность уже Киева. Нет, это когда никто не хочет, это же ясно, что кто-то всегда хочет. Кто-то всегда играет на обострение. И это кто-то, естественно, по непонятной мне загадочной причине Украина, который почему-то кажется, что если на ее территории начнется ядерная война, то это будет очень вкусно. Вот это жест отчаяния, потому что начнется она на ее территории, это же будет самое неприятное, что может быть, правда, для нее, для ее народа, для всего. Это невероятная трагедия и все. Значит, она к этому подначивает, да, и всегда есть горячие головы там в Европе, но среди тех держав, которые наиболее сильно связаны с Великобританией. Польша, да, в первую очередь. Ну, какие-нибудь еще фигуры. Вот из таких авангард эскалации. В этом авангарде эскалации кто-то стоит, но это на сегодняшний день не Америка, по крайней мере, не та часть Америки, которая вот олицетворяет действующий режим. Они никак сокрушительного выбора не проиграли. Они, как бы, вполне готовы потянуть еще это, в кавычках, удовольствие, а для них без кавычек, да. Они, как бы, видят, что с той стороны ничего нет, кроме того, у них есть средства предупреждения, они видят, что все это не развертывается, да, и никто не собирается переходить в эту сторону. То есть они хотят понять одно, что не огорчились ли русские так сильно, что долбанут. Они видят, что не так огорчились, что этим не пахнет, да. Но они сразу успокаиваются, потому что, повторяю, это их конвенциональная ТНГ устраивает гораздо больше. Их безъядерный вариант устраивает. Это средняя, большая, конвенциональная, то есть безъядерная война очень в их интересах. Она им нравится. Ну, кому война, кому мать родная в данном случае, да. Да, да, знаете, да, это понятно. А нас они подозревают в том, что мы можем оказаться разочарованы ее результатами, и по принципу хода нет хадис-бубей, так вот по этому принципу может возникнуть что-нибудь залихвастое. И они психологически, всячески проверяют. А есть вот это, типа, русское отчаяние, приходящее в ядерный экстаз? Или нет его? Они убедились, что его нет. Тогда течение событий их устраивает. А они хотят накачать Украину еще оружием. Они этот конвенциональный, не ядерный вариант, думают выиграть. Да? И смотрят с той стороны. Еще не напрягаются? Не напрягаются. Ну и ладушки. Поживем, поглядим, увидим. Еще напряжем. Поголодает, похолодает Европа. Все хорошо. В этом случае, зачем же им нужно вдруг какая-то пятая поправка? Она нужна другим. Она нужна тем, кто отчаянно играет в обострение. А они боялись, что мы отчаиваемся в негативном плане. Понимаете? Ой, как плохо. Типа Херсон. То-се. И ба-бах. Потом они видят, что нету этого их помене. Ну все. Это переговоры, которые прошли. Какие еще переговоры? О чем? Больше не о чем. Но то, что хорошо для Америки, хорошо ли это для России. Если мы понимаем их логику действий в данной ситуации, то надо думать, как ее ломать, эту логику. Да. Я считаю, что ломать ее можно двумя способами. Либо по принципу хода не отходи с бубей. Но тогда это надо понимать, что большая ядерная война, но это действительно глобальная катастрофа. Либо, если это другой вариант, то Россия должна беспощадно и спокойно проанализировать все свои ошибки. Увидеть все слабые места своих вооруженных сил и так далее. Увидеть, как это связано с состоянием общества. И все это начать, ну как бы, лихорадочно, но не торопясь. Исправлять с тем, чтобы выиграть конвенциональную войну. Каким способом исправлять? В какую сторону это двигать? Той машины военной, которая была создана, недостаточно. Что по этому поводу думают те, кто сейчас, я уверен, пытаются исправлять эти ошибки? Я могу догадываться. У них же в руках все возможности этого движения. И они эти возможности будут реализовывать. Они там подтянут военный промышленный комплекс. Возможно, это мое смелое, сугубо личное предположение, я в нем не уверен. Еще сколько-то соберут людей теми или иными способами. Как бы проанализируют все-таки, кто поэффективнее, а кто нет. Ну, скомбинируют вот эти вот ракетные удары и действия. Как бы где-то еще нажмут на какие-нибудь больные точки. И постараются эту ситуацию выиграть тем или иным образом. А ничего другого вся действующая элита России сделать не может. Потому что, хотя и уязвимый очень вариант был выбран этой всеобщей круговой поруки, но зато невероятно эффективный. И называется он референт. Это все вошло в конституцию. Теперь для того, чтобы это все оттуда вымарывать, убирать, это надо все зачистить. Всю поляну, в общем, большую. Все в этом, так сказать, вариант, в этот вопрос, все втянуты. Поэтому никаких таких отыгрываний назад радикально быть не может. Без сокрушительного обвала всей политической системы, которая совершенно не хочет. Я не вижу в людях, которых я знаю, никакого желания умирать или уходить со сцены. Шагает граф, он хочет быть счастливым, а он не хочет, чтобы наоборот. Так что все там в эту сторону движется. Значит, какого будуна они начнут сами себе в ноги стрравлять. Не верю я в это. Очень трезвые такие люди, непростодушные совсем, ну, мягко говоря. Значит, поскольку вариант уже есть, что я от этого отказываюсь? Она не будет, да? У нее есть очень много проблем с вооруженными силами, и я считаю, что эти проблемы коренятся в устройстве общества, а не, собственно, вооруженных сил. Пока что ситуация не такая кошмарная, как могла бы быть. Кошмарная ситуация представить себе безъядерную, конвенциональную войну совсем НАТО, да? И идут и идут все эти дивизии, так сказать, из Германии, Польши, из Соединенных Штатов. Это вот совсем плохо, да? Из каких-нибудь еще других стран НАТО. Этого нет. Украина достаточно в этом смысле локализована, да? Да, ей все поставляют, да, ее будут вооружать, но вот такое правило игры для нас, как бы, очень болезненное, но терпимое. Вот терпимость правила и неготовность перейти к следующему этапу эскалации со стороны наших всех веков, да и всей политической власти в целом, американцы в этом убедились. Они понимают, что эта боль терпима, и у нас есть какие-то свои соображения по поводу того, как ее надо преодолевать, какие им даже не важно. Они видят, что это терпимо, да? И что никакого куража по поводу того, как сейчас возьму, как долбану и все полетит, его нет. Но люди серьезные, да, спокойные достаточно. Украина пока что, ну, при всей помощи ей, всего коллективного Запада, не запускает это НАТО впрямую на свою территорию в очень больших количествах. Ну, и считается, что типа разберемся. В это же время все чаще от американских военачальников, причем действующих, в публичном пространстве появляются, ну, примерно одинаковые, почти одинаковые заявления. Мол, все, что сейчас происходит на Украине, это такая разминка. И что, как вот выразился один из генералов, дискотека еще впереди. Да. Да. Вот на ваш взгляд, что это такое, вот эта дискотека? Это правда. Нет, я понимаю, что это правда, но насколько она больной для всех будет, это правда потом. Я, вот это и есть вопрос. Поэтому я говорю, что я не знаю, не знаю, можно ли выиграть на Украине при существующих параметрах, ну, не знаю, что это, общества, государства, отдельных подсистем и так далее. Но выставить долгую против всего мира вот этого западного, который взялся, как вот, наращивать эту, как бы, конфликтность, нельзя. Нужно все радикально и менять осторожно, не разрушая то, что есть, подстраивая к этому что-то, подкручивая все эти, так сказать, регуляторы в нужную сторону. Нужно прямо сейчас уже начать закладывать все то, что позволит, как бы, выставить во своих следующей эскалации. Это нужно так беспощадно разобрать свои ошибки, спокойно, без всякой истерики, да? Так точно и быстро их исправлять и так осознать, что со всеми этими частными ошибками стоит крупного, настоящего. И что, что надо исправить в самой сущности происходящего, что наиболее болезненно. Ну вот, по вашим ощущениям и наблюдениям, в России началась вот эта вот внутренняя перестройка. Вот вы часто в последнее время, во всяком случае, ссылаетесь на статью Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться?» Да, ну там суть, что Ленин, в общем-то, говорил о том, что жажда наживы может погубить все. Да, ну если так, очень грубо и коротко, да? Да, да, да. Насколько она применима, актуальна к сегодняшнему времени, именно, в первую очередь, для России? Я считаю, что в России идет, во-первых, политическая, а во-вторых, методологическая, и в-третьих, психологическая борьба против подобного типа изменений. Психологическая борьба, она носит невротические. У нас все хорошо. Вот когда люди слишком часто говорят, у нас офигенно. У нас, ну так, ну все, ну понимаете, ну все солдаты-чуды-богатыри, вся армия, военачальники Суворовы, да, как бы, а военно-промышленный комплекс лучше, чем при Берри, атомный проект, и все, чем, как бы, что бы то ни было, когда бы то ни было. А как вот это здорово, а как вот это, то рано или поздно существенные группы общества будут говорить, что как-то вы очень нервно это говорите, а тем не менее, вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Это первое. Второе. Все это хорошо и можно говорить, когда ты существуешь в 19 веке, много неграмотного населения, и то слухи идут, да, или когда ты существуешь в 20 веке, и у тебя есть радио, газета «Правда» и что-нибудь еще, а письма иллюстрируются, да. А когда у тебя соцсети, в которые выкладывается все, и ты их не контролируешь, ты не контролируешь информационную среду, а сейчас в эту информационную игру включились еще вот эти там, ну, я не знаю, 300 тысяч или сколько-то людей, которых мобилизовали, а у них есть сослуживцы, родственники, масса заинтересованных людей, значит, потечет информация самая разная, да, чаще всего негативная, потому что, ну, человек так свойственный, да, не будет говорить, что у него все в шоколаде, если он там в окопе сидит, он будет подмечать, что плохо, уже выложено много материала. Чем на это отвечать? Если твой враг информационно очень мощен, и он может это размножать сколько угодно, тебе сделают 20-40 ников, ты, 40-тысяч ников для Великобритании и ее войск соответствующих информационных, это не проблема, да, тебе это сделают, тебе это все засадят, а народ хочет знать, а если ему с одной стороны говорят, все хорошо, все замечательно, в ответ он будет слушать тех, кто будет говорить, что нехорошо, а это могут оказаться и враги, и просто люди, как бы ядовитые или панически настроенные, и тогда вот эта информационная волна начнет запускать волну политическую. Поэтому так же нельзя, так нельзя не потому, что хочется, помню, поорать заполошно, как все плохо, а потому что это неэффективно. По большому счету это нетехнологично, понимаете? И это придется менять. Но я не вижу никаких усилий в этом направлении. Что же касается обратной системы, там, ну еще закрутить гальки и еще, то ради бога, это хорошо, но тогда бы я должен был увидеть блестящий рунет, да, который все ломанули, потому что там так интересно и так здорово, что все эти ютубы, нафиг, да, я же этого тоже не вижу, да. Тогда надо в свои ворота все загонять, в свой створ, в поток направлять, да, в свой отводной канал. Ну, китайцы так сделали, например. Это тоже нет, правда? Этого нет. Значит, все будет идти так, как оно идет. Это не ведет к ничему хорошему, как мне кажется. Я буду очень рад, если это породит в итоге победный результат. Это если говорить о тактике. Тактике. Ну, это информация, но ведь это же касается всех подсистем. Ну, вот сколько их ни возьмите, там, ну, вот информационная подсистема, вот финансовая, вот промышленная, вот техническая, вот научная, вот образовательная, воспитательная, культурная и так далее. Все эти системы были построены под другую жизнь, с другими целями. И они функционируют. Но когда цели изменились с точностью да наоборот, то можно ли эти же самые системы перенастроить под новые цели? Это очень важный методологический вопрос. До какой-то степени можно и нужно. И никто же не спорит. Системы большие, быстро других не создашь, да? Их надо куда-то перенастраивать. Но это совсем не так просто, как кажется. И тут вот ваш вопрос об этой статье Ленина, она же чуть-чуть глубже, причем просто, что не надо оборзело воровать, да? Во-первых, это тоже существует. Во-вторых, не к этому же все сводится. Все сводится к тому, что существующие системы во все время манифестируют себя, предъявляют себя как такие как бы технократические, прагматические, что у нас, к сожалению, все больше и больше становится синонимой безидейности вообще. Мы говорим «технократия», а подразумеваем что? Подразумеваем то, что этот человек, ну, чиновник или какой-то деятель, управленец, да, он вот что ему скажут, то и сделают. Это подразумевает первое, что он это может. И второе, что он это хочет. А он не винт, говорит Ленин. В этих людей есть свои что? И те ресы. И, между прочим, иногда еще и ценности, которые нас, например, совершенно не устраивают, да, а которые для них вполне экстатичны. В этих условиях, как только их переориентируешь с точностью да наоборот, они не как роботы пойдут наоборот, да, они будут пыхтели. Они будут пыхтеть, мучаться, как бы пытаться использовать это в граничных целях. Будут делать все то, что они делали раньше. Потому что это они делать умеют, а многого из того, что надо, они не умеют делать, да. И это ему тоже все не сводится. Нужно же все эти системы функционально изменить, если вопрос серьезный. Мы строили некую жизнь, вот такую благополучную, ну, слегка бюргерскую такую, да, как бы с элементом такого комфорта. А теперь оказывается, что это война на 50 лет. Ну, людей же сразу не переделаешь. Но все-таки что-то с этим-то делать надо. Так а делают ли вопрос? Нет. Не делают. Нет. Делают мероприятия. Мероприятия. Как я много раз говорил, если балерину побудить, не разбудить непатриотическое чувство и сказать, что надо трудиться больше на благо мобилизованного отечества, то она быстрее будет делать фуэте и все остальное. А что она должна делать? Превращаться в стайпера? Нет же. Да? Значит, если вы этих людей убеждаете, что они быстрее должны делать свои финансовые, экономические и прочие фуэте, так они их и делают быстрее. Но они же их делают. Потому что это привычно. Потому что это приятно. Потому что ничто другое, как бы, несподручно. И потому что они такие. Значит, а внутри они ворчат. У них тоже есть. И родственники за границей, и какие-нибудь там жены, тети, племянницы, дочери, мужья и все остальное, и сыновья. И все они говорят, что за кино. Это была такая замечательная жизнь. Тогда он говорит, вы знаете, ваша замечательная жизнь останется, а мы еще будем чуточку воевать. Не надо волноваться. Теперь, значит, поехало новое кино, и уже мобилизовали, но чуть-чуть. И опять не надо волноваться. Потом еще чуть-чуть. И опять не надо волноваться. То такими способами невозможно по-настоящему перестроить все. И Ленин тут говорит. Русская буржуазия при Лебушинском, всех там Терентьев и всех прочих людей, которые что-то умеют, включая Морозов. Неважно. Она не смогла за 9 месяцев перестроиться. А французская буржуазия, в ходе Великой Французской революции, смогла. Что же это за кино такое? И рассыпной строй сделали. И там, где Мурье, там как-то выкатил, там, при Вольме это все, и долбанул, там, Пушкин не иначе. И какой-нибудь Карно появился, и военно-промышленный комплекс изменился. И народей стало больше, и всего стало больше. И сепаратизм подавили. И ля-ля-та-поля, и так далее, и тому подобное. И сами все время менялись на ходу. И в итоге там не только Гош, блестящий полководец из низов, но и Наполеон Буанапарт, поручик Буанапарта, возник. И там перешли в наступление. Это называется французская буржуазия. В момент ее молодости. Молодая французская буржуазия. Что же за кино, говорит Ленин, что молодая, получившая власть русская буржуазия, сделать это не может. А теперь хочется задать вопрос. А у нас-то буржуазное государство? Либо оно полностью бюрократическое и небуржуазное. Ну тогда, слава богу, я совершенно не против. Либо оно буржуазное. В каком смысле? Оно только мелкобуржуазное. Но так тогда никто же ни при каком варианте развития событий не хочет, чтобы шашвычины стали государственными. Ну ни при каком варианте. Никто не хочет этого. Ну кроме, конечно, совсем неадекватных людей. Значит, это мелкая буржуазия и так далее. Ей только карманш надо дать. А может, есть еще средняя, патриотическая. А теперь посмотрим крупную и наикрупнейшую. И зададим ей вопросы. Ну чего, мужики? Либо вы одеваете погоны. Предположим, генерал-полковничий. Входите в эту военную линию. И пашете от и до на это дело, если можете. И забиваете болт на все остальное. И мы вас тогда не трогаем. Либо вы как бы пытаетесь пригнуться, выждать, отмениврировать. Да? Нам улыбаетесь и говорите, да-да-да, все хорошо. А вместе с тем ни хрена особо не делайте. А главное, воспроизводите ту жизнь, которую уже нельзя воспроизводить. Нельзя. И если это так, то, извините, подвиньтесь. То же самое со всеми остальными параметрами. Нам все время грозят забрать эти золотовалютные резервы и обязательно заберут. Как и деньги этих всех оригартов. Все заберут, потому что очень хочется. А когда нельзя, но очень хочется, то можно. Но у нас же тут есть собственность транснациональных компаний тоже под триллион. Но так будет ли сделан этот радикальный ответный ход? И куда он будет использован? Он как действительность изменится? Кто становится в этой новой действительности опорным слоем, базовым элементом, стержнем государственным? Если нам воевать 50 лет, то, может быть, это служивое военное сословие, и надо сделать его стержнем по-настоящему, без дураков. Не обогащать отдельных людей, которые будут спрашивать, где мои деньги в этом бизнесе или в другом. А просто построить очень хорошие дома, серьезные квартиры, инфраструктуру. И ведь не только это. Если это все так, и мы хотим жить в буржуазном государстве, так давайте настраивать то, что делает буржуазия. А она делает финтенки. Огромная зона мозговых центров, которая важнее бюрократии. Она делает частные военные компании. Не одну-две, а много. Частные разведывательные компании, бюджет ЦРУ уже меньше, чем бюджет частных разведывательных компаний Соединенных Штатов. При том, что частные разведывательные компании, конечно, подчиняются ЦРУ и всей этой бюрократии. Но их же уже много. Значит, тогда нужно раскручивать инфраструктуру всю эту. И дальше. Если все так плохо с тем, что такого единого энтузиазма в буржуазном варианте не возникает, и никаким националистическим подогревом этого не добьешься в России, ну, чуть-чуть подогреется, но не сильно, а нужно сильный подогрев, то тогда вопрос заключается в том, что 10 миллионов надо мобилизовывать, тем более, что непонятно еще, как обувать, одевать и все прочее. При этом виде существования. А может быть, нужна трехмиллионная армия? А может быть, эти деньги-то и надо потратить на то, чтобы создать ее, создать вокруг нее оболочки, создать с ней военно-промышленный конкурс и повернуть в другой тип развития. Но нам же что все время говорили, когда это все разваливалось, вся эта советская архитектура политическая, системная, метафизическая говорили. Видите, из-за Советского Союза, из-за того, что мы коммунисты, у нас другая идеология, из-за того, что мы эту идеологию еще проталкиваем на Запад, они на нас очень злятся. А если у нас будет капитализм, они не будут злиться. Я тогда говорю, прямо тогда, я говорю, вот как только вы станете капиталистом, вот тогда они вас возненавидят по-настоящему. И никакого-нибудь, я не знаю, Брежнева, Черненко, или, я не знаю, кого-то, моих знакомых, Шениана, Бакланова, будет так ненавидеть американский империализм. А ненавидеть он будет какой-нибудь миллиардер и еврея, который еще хочет с ним дружить. Вот это будет самая ненавистная фигура. Объяснял я людям, которые все это слушали, но ничего не понимали. Теперь этих людей, у них уж нет оттеналече. Это означает, что люди не понимают самого существенного. Чем больше и ближе к ним, тем хуже. Они воспринимают как опасность именно близость. Это первое. И второе. Все-все говорили, ну посмотрите, мы сейчас отбросим этот советский уродливый вариант. У нас будет то ли шведский социализм, то ли какой-нибудь, не знаю, датский капитализм и так далее. Я говорю, а Калубию не хотите? Или в Зимбабве? Куда-нибудь туда. Почему? Кто вам сказал, что когда вы начнете это строить, вы построите первый или второй мир? Или там второй мир, третий даже. А из четвертой. И это же тоже было, ну я не знаю, как вам сказать, но такой задвиг, я все приличные слова подбираю. Такой глубокий задвиг. Так мы будем от этих задвигов освобождаться-то? Главный вопрос выжить, да? Главное в том, как выжить. При минимальных изменениях и при более комфортном варианте трансформации. Но выжить. А если этот минимально изменяющий, самый комфортный вариант все-таки жесткий, мы будем его принимать или мы будем гибнуть? Мне кажется здесь, что невротическое желание сохранить существующую реальность, невротическое уже, и крики, как все хорошо, они погубят наше будущее. Что от них надо быстрее избавляться. Но я очень хорошо знаю, что такое невротическое состояние. Это тяжелое защитное состояние. Это люди, которые очень сильно защищаются. Они наращивают защиту. Чем больше их наращивают, тем дальше они становятся от реальности. И с этим надо как-то бороться. Вот терпеливо. Постоянно говорят только одно. Послушайте, вы хотите выиграть, не меняя реальность. Вы хотите задействовать для диаметрально противоположных целей существующие блоки системы. Да? Делайте. У нас нет никакого желания. Как-то обязательно к вам присоседиться. У нас нет никакого желания, так сказать, на вас нести какую-нибудь хуру. Мы хотим только одного. Чтобы вы выиграли, потому что нам непонятно, как вы можете умеренно проиграть. Непонятно. Ну, проиграть можно либо проиграть, либо не проиграть. Как это умение? Умеренно. Говорится все больше. Заморозят линию. Будет заморозка конфликта. Еще Зеленский хочет его замораживать. А все остальные хотят замораживать. А насколько его заморозят? А что будет при этой заморозке? А опять повторяю, самый сильный ход. Очень сильный. Очень сильный, необратимый. Тут я могу только аплодировать, понимая все издержки, когда сдается своя территория. Да, но тем не менее. Это был ход с инферентом. И чего теперь? А кто голосовал за? Теперь будут голосовать против? Да не будет так. А кто-то хочет отдавать все позиции? Да нет, не вижу я этого. Поэтому как только невроз пройдет, удар вот в это дно. Вот так. Раз. Я считаю, что в этот момент ничто не разобьется. Или точнее, как говорил Пушкин, тяжкий млад, берега, стекло, кует, буват. Нечто возникнет. И это нечто начнет отталкиваясь, двигаться вперед. Главное, чтобы оно двигалось не в ядерную сторону по принципу, а раз делать нечего, то хода нет с бубей. А очень продуманно, как в шахматной партии. Решительно, осторожно, глубоко, умно, радикально и бережно. Одновременно. Соглашусь с вами, но, опять же, по вашей оценке, вот эта вот перековка в Булат. Пока этого нет. А мои оценки пока этого нет. Пока этого нет. Но это не значит. Что она не произойдет. Что это не произойдет. Пока этого нет. Пока люди пытаются сделать то, что... Коротко я расскажу, но в известном еврейском анекдоте, что там приходят, как бы, евреи к крови, но говорят, Раби, что мне делать? У меня дохнет курина. Говорит, как ты им все курина сыпешь? Он говорит, просто сыпь. Он говорит, а ты кругом сыпь. Через неделю приходят, ну как, опять дохнут. Да, то-то квадрат. Опять треугольником. Ну и что, все сдохли. Говорит, жаль, у меня было еще столько геометрических вариантов. Так вот, пока что речь идет о геометрических вариантов. Уже не просто так, там, округом. Али потом квадратом. Ну, знаете, да. Горько, горько. Ну, что делать? Оно не просто горькое. Просто, когда, например, считаешь новости, что в оставленном Херсоне расстреляли несколько десятков человек, еще большее количество увезли в неизвестном направлении, и только одному богу известно, что с ними будет дальше. Но тут, понимаете, уже не до кругов с квадратами, на самом деле. Мне горько. Мне стыдно. Стыдно. Если вы меня спросили, если, как бы, я, там, готов ли я пожертвовать собой, чтобы этого не было. Спокойно абсолютно. Без вариантов. Мне горько. Стыдно. Больно. Да? Хуже всего, что стыдно. Но это наша реальность. У нее еще много слаганий. Мне так же горько за боекомплект. Мне так же горько за какое-нибудь состояние радиосвязи, или чего-нибудь еще, потому что за каждым из этих компонентов, за управление войсками, за какую-то показуху, за недостаточную, так сказать, идеологическую мотивацию командного состава, за не ту степень подготовленности и так далее и тому подобное. Потому что за каждым из этих компонентов лежат людские жизни в большом количестве. Но, я знаю твердо, спокойно одно. Если бы это дальше продолжало кайфовать и смотрело бы на то, как его щучат еще больше и больше, потихонечку, подкрадываются к нему, движутся и все прочее, то оно просто умерло. Оно бы умерло в количестве не ужасно горьких тысяч, не важно, десятков тысяч. Оно бы умерло миллионами, большими миллионами. Никто бы ни русских, ни белорусов тут бы не оставил в покое. Им большой счет. Им возможно, кстати, моя такая осмелая дипотеза, что за то, что разгромили рейх и за то, как сопротивлялись. Очень может быть, что те люди, которые сейчас ведут эту игру большую, стоя за спиной, они и есть наследники всех тех, кого нам удалось страшной ценой разгромить. И кто не может это простить совокупному Ване? Неважно, белорусскому, русскому, с армянской фамилией или любому другому. Все равно Ване. Этого не хотят прощать. И если бы не проснулись, как-то, через одно место, совсем не так, как хочется, с огромными издержками, то потом просыпание было бы еще более горьким и страшным. А потом все бы прошло через черту необратимости. И этот кайф такой усыпительный до 30-го года закончился бы тем, что в 32-м обнаружили, что уже ничего нельзя собрать. Никакого мобилизационного потенциала. Поэтому, как бы горько ни было, как бы это все ни было тяжело, надо первое признать, что вот этот вариант сна – это тяжелое мучительное пробуждение с огромными издержками, с неловкими движениями, с тем, что любые косяки бьются головой, что потыкаются. Бог знает что. Можно было бы уже голодной водой помыться и не в таком пьяном состоянии находиться. И так далее, и тому подобное. Но это все-таки пробуждение. Это первое. И второе. Она нам показала степень уязвимости этой конструкции. Вот он для них довольствует покоя. Прорывавшись внутрь, он не дает понять, откуда смерть. Вот пока смерть еще не наступила, может быть, мне еще какие-то можно еще вычистить. Вот мой подход. Я буду рад, если подход тех, кто более оптимистичен, окажется более отвечающим реальности. Но как-то обычно почему-то так не происходило. Ну, главное, чтобы этим лечением, назову это так, действительно занимались и понимали конечную цель, то есть, чего хотим достичь. Ну, потому что в противном случае можно что-нибудь другое отрезать себе, вместо чем тот самый гнойник вычистить. Шашкой гнойники не чистят. И топором тоже. Чистят скальпель. Вместе с тем конфликт продолжается. Да, отвели войска из правого берега. Не знаю, будет ли заморозка какая-то, может быть. Ну, будет и что? Ну, будет, не будет. Просто тут... Что такое? Что-то зато... Знаете, очень много досужих всяких домыслов на тему вот она нам сейчас нужна. Ну, хорошо, вам нужна. Да к ним нужна. Они там тоже, наверное, спать не будут, будут что-то делать. Ну, если уже так на то пошло. Поэтому здесь такая палка о двух концах. Вот интересна ваша точка зрения по поводу Республики Белоруссии и президента Александра Лукашенко, который на протяжении очень долгого времени Беларусь в целом занимала такую позицию донора мира, если хотите, донора стабильности в регионе, который сейчас многие называют самым опасным регионом в мире, в Восточной Европе. Как вы оцениваете эту роль? Я Лукашенко всегда устойчивый. Ну, вот, как бы, ничего с этим я не могу поделать. Мне нравилась его идеологическая курс, какая-то преемственность, вот эту осторожную преемственность. Не так, что все, ага, у тебя там советское или нет. Но мы эту советскую традицию чтим, как-то мягко учитываем, одновременно движемся куда-то. Вот этот государственный приоритет, какое-то отсутствие, с моей точки зрения, вот такое уже разузданное, агаутево и, ну, так сказать, олигархизации и всего остального, да. То это заботливое отношение к народу, какая-то любовь вот к этому своему, такую крестьянская здоровая любовь к своему замечательному хутору под названием «Белоруссия». Опять, понимаете, он его любит, это видно, у него глаза теплеют, он хочет, чтобы там было вот в его понимании хорошо. Лукашенко, как руководитель Белоруссии, должен думать о благе Белоруссии. Все. Есть люди наемные, которые считают, что если он уйдет, и все будет в разгрызг, и придет к Тихановску, это будет лучше. Страшно подумать, что будет. Чисто практически, что будет происходить на каждом квадратном километре белорусской территории. Это будет ужас. Наверное, какие-то иные способы там можно как бы строить политические системы более сгибными переходами, но это отдельный вопрос. У меня есть точная точка зрения, что если элита не будет оторвана от истаблишмента, если элита не будет сама иметь возможность обеспечивать преемственность и гарантии, и не будет построена такая элита, не обязательно масонская, но какая-то, да? Без этого все эти передачи власти, они всегда будут катастрофическими. Но главное не в этом. Главное в том, что Лукашенко и белорусский народ, и все. И у меня открытые глаза, как я понимаю, многие неблагополучие в России, только уж как никто я их понимаю. Они хотят нечто охранить, оградить, компетимизировать и так далее. И эти, их желания абсолютно понятны. Очень много здравомыслия, трезвости внутренней, какого-то внутренней ориентации на, я не знаю, законность и порядок. Вот много очень симпатичного такого, что ясно и видно в народе, одновременно с этим этот народ героически воевал, немцы и все прочее. И тоже это было видно, как он воюет, когда он воюет. Народ-герой. Поэтому Лукашенко и говорит, не трогайте нас, поберегите себя. Да, да, иначе вы видите то, что рейд. Но сейчас же ведь не эта эпоха. Это можно накрыть еще быстрее. И я убежден, что и с армией все нормально, и со всем остальным как-то во всем выруливается. Но главный вопрос глобального контекста, как он оценивается? Нет ли тут у всех наших главгосударств и прочих вот такого, знаете ли, ну мы же знаем всех. Мы с ними там кофе пили или неважно горилку, или там Хеннесси, или что-нибудь еще. Мы же знаем, там, не боги горшки обжигают, да не так страшен черт, как его молюет, перемелиться мука будет. А на самом деле он страшен, этот черт. Просто имя ему не Блинкин, не Байден, не Трамп, и не какой-нибудь, так сказать, все эти английские, да не шорцы, и никто-нибудь еще. Он страшен. И страшен даже не только он, а это стремление в какую-то очень темную сторону. И явно агрессивную, беспощадность внутренняя это. Мне кажется, что глобальный контекст таков, да, что нужно так-то очень разумно, осторожно и прочее. Ну, сгребать это все воедино. Я очень большим уважением отношусь к Китайской народной республике. Но на месте казахстанских братьев я бы присмотрелся к тренду. А то все русские, да русские, да русские, да русские. Да? А там другая история нашей. Понимаете? И этого очень много на постсоветском пространстве. Я не знаю, что хватает армяне. Армяне без русских их резали. Персы и турки. Да, подряд. Ну, приходил, кому больше хотелось, тот и резал. Они хотят вернуться в это. Они думают, что их Соединенные Штаты спасут. А что они не думают? А своих шашвичных? Мне кажется, что как-то все, понимаете, все увязывали в болоте благополучия. Частного, мелкого. Вот в какой-то такой расслаблухе. В таком размагниченно-антимобилизационном состоянии. Не знаю, что должно случиться, чтобы из него выйти. Мне кажется, что если наши народы из него выйдут, мы решили все проблемы за пять лет. Развал Советского Союза проводил не только проблемы для населения бывшего Советского Союза. Он запустил совершенно новые мировые процессы. Хищные. Околтелые. А тогда нужно искать не оптимизацию стационарного состояния. То есть система, которая находится в динамике. А там оптимизации могут быть совершенно другие. В виллах олигархии и в избах время течет по-разному. Ну, хотелось бы, чтобы все-таки как-то это все отрулилось в правильную сторону. Ну, во всяком случае, для большинства из нас. Потому что пока что мы можем рассуждать, конечно, красиво и здорово, как мир меняется, строить версии. А в это время просто гибнут люди каждый день. Вот если вот это вот остановить, да, а дальше можно, давайте дальше рассуждать. Сколько в том, и станут, я не думаю, больше. Это вопрос. Это тоже вопрос. Только один вопрос. Ничего нет выше человеческой жизни. Ничего. И ваш вот этот взгляд на эту кровь, да, и нет никакого желания, как бы, красиво рассуждать в условиях этого кровопролития и всех этих ужасов, да. Каждая жизнь бесценна. Каждый сантиметр отдых на территории ужасен. Весь вопрос только в одном. Как это исправить, да, и как сделать так, чтобы под внучности справедливое утверждение о цене этой жизни нам не пришлось платить еще неизмеримо больше. Так вот, по вашим наблюдениям и ощущениям, если хотите, и по опыту общения с людьми, с которыми вы общаетесь, а я знаю, что круг вашего общения достаточно широк. Есть ли понимание, как это сделать у тех, кто сегодня принимает решения хотя бы в России? Есть обеспокоенность, есть невротическая защита, есть любовь к созданному. К созданной реальности. То есть пока так. Не я ее создавал, понимаете? Когда ты долго создаешь определенную реальность, ты начинаешь ее любить. Когда ты ее любишь, тебе уже очень трудно ее расковыривать, да? Есть же мировоззрение под эту реальность. Раз. Есть невротическая защита, ну, там, вестников плохих вестей, да, и так далее. Все это дело связано с вестником плохих вестей, да? И есть, наконец, обеспокоенность. Она тоже есть. Вот как в этих трех уравнениях будут развиваться события? Я думаю, что обеспокоенность будет расти. И очень важно, чтобы она не превратилась, ну, во что-нибудь избыточно резкое. Чтобы, ну, свойственная, в принципе, осторожность, какая-то точность в ходу не была бы потеряна, а скорость и готовность прощаться со многим из того, что дорого, была бы выстрадана главным ответственностью за судьбу страны и народа. Вот, вы знаете, в последнее время особенно очень многие обращаются к классикам, и в первую очередь к русским классикам, вспоминают Достоевского, его пророческие во многом действительно пророческие, ну, если почитать, и так, как кальку, грубо говоря, приложить на события, которые сейчас происходят, строки. Пушкина многие вспоминают, Булгакова, там, «Белую гвардию». На ваш взгляд, вот, какой автор или какое произведение какого-то автора наиболее точно и полно, если это, конечно, вообще, ну, или хотя бы приблизительно, максимально точно отражает то, что со всеми нами сейчас происходит? Живые, мертвые, зимние. Сурово. И уже никто не понимал, что произошедшее поделило нас, мы живых и мертвых. Уже что-то произошло. Уже есть некие невозвраты, да? И внутри них жизнь должна строиться совсем по-новому. И вот это рассуждение, что он уже еще сбил одного мессера, 45-го, я не помню, какого, и последнего, оно уже не в кассу. Уже надо управлять фронтами, большими соединениями, ситуацией личной ответственности. И уже неважно, кто кончил в Академии Генерального штаба, кто нет. Когда надо, его можно кончить за месяц. А надо? Действительно, надо, причем очень быстро. Надо. А моя вера, хочется верить, все время цитирую Коржавина, что будь из тех, какого-то дух железный, кто преградил сомнением путь, но там неважно. В чем сердце страх увидеть бездну, сильнее, чем страх у него шикнуть. Вот так не дружно. Замечательно. Ее надо увидеть. Тогда ее можно избить. Естественно, да. Ну, собственно, для этого мы и встречаемся, и обсуждаем, и пытаемся, собственно, понять, насколько это возможно, конечно, в моменте, что на самом деле происходит со всеми нами, не только там с белорусами, русскими, это вообще с миром, потому что... Нами взятая на себя работа. Нашим детям жизнь. Потому что она своя. И каждый из нас хочет, чтобы у них жизнь была лучше, чем у их родителей, да, бабушек, дедушек. Ну, а для... У каждого свое лучшее, но для этого каждый из нас должен что-то делать. Вот и все. Главное, чтобы она была. Ее же, может, вообще... Это ключевое, пожалуй. Ну, и ради этого тоже надо многое, как выясняется, много приложить усилий уже сейчас. Сейчас перезвучим. Спасибо вам огромное за разговор, за вашу точку зрения и за ваше блестящее рассуждение. Спасибо. 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 Спасибо.